всем привет этнографический парк казахский хутор галушковка весна солнце греет трава зеленеет птички поют и что пора заниматься чисткой водоема вот мы его спустили столько много для себя обнаружили и какие-то палки какие-то камни все бросают туристы и хлебушек для рыбок хотя вам не рекомендуется кормить рыбу представьте себе сколько мусора за три года сколько мы его не чистили скопилось это вся органика попадающие листья водных растений мусор который ветер приносит вот так что сейчас начнем уже его чистить когда смотрю на вот наш небольшой водоем и думать как же будут чистить крупные озера в днепре у которой нам папе например эта проблема но он пожелаем им удачи и нам вот так выглядит водоем с террасами глубина у него метр двадцать летом был красивый а сейчас совсем некрасивый это все нужно будет убирать чистить рогоз тростник нимфеи рассаживать самом деле водоем это хлопотное дело даже в таких у нас около природных условиях мы особо не следим там за качество моды фильтра не ставим у нас все естественно очищается то есть создана своеобразная биосистема вот и вода достаточно прозрачная но тем не менее органики много водосли появляются не 4 хоровые так что как природе а если вы у себя в саду хотите иметь водоем и чтобы было кристально чистая вода не пылинки не со не соринки то конечно водоем это хлопотное дело особенно если там есть рыба у нас рыба есть обычная карась ему все равно он должен жить а вот если уже золотые рыбки карпа кои то конечно потребуется фильтрация в одну что приступим в контейнерах которых не видно у нас растет тростник австралийский или южный в украине его называют что они фактически вышли из контейнеров которых не видно вот и образовали вот такие заросли с этим зарослем 4 года вот так что когда вы будете планировать тростник высаживать водоем имейте ввиду что он очень агрессивный вот его нужно разделять или удалять или кому-то отдавать подарок ну если кого-то из водоема вот но он очень хорошо очищает воду то есть вступают в конкуренцию с одноклеточными водными растениями то есть хорошо фильтрует воду вот так что как всегда виде идеального в природе нет ничего вот но надо понимать плюсы и минусы любого растения вот так что вот мы будем рассаживать по контейнерам и расставлять по периметру нашего водоема хотя у нас еще есть место конечно вот а в той части у нас растет рогоз мы разделили сделали место для рогоза в простонародье называют камыш ну это не камыш рогоз такими с коричневыми подчатками это не камыш вот а рогоз вот так так что продолжаем так ну вот сейчас мы моем террасы водоем полностью не спустили вот только до террасы потому что там много растений переставлять их некуда поэтому сначала мы поспустили на половину почистили растения убрали поделили опустили вниз сейчас моем террасу от органики хочу пользуясь случаем хочу сделать немножко комментарий но первая рекомендация не используйте большие куски пленки вот а все-таки лучше не используйте отдельные рулонные материалы и паять по форме чтобы было как можно меньше вообще не было скажем так складок вот просто я занимаюсь водоем очень много времени и проводил массу экспериментов и в том числе за свой счет ну так как это наш объект вот мы можем себе позволить экспериментировать вот обычно заказчиком все время паяли пленку и таким образом не было складок первое не использовать большие куски пленки второе террасы должны быть с небольшим наклоном от берега в сторону центра у нас здесь не выдержаны эти условия поэтому при мойке остается вода но почему не выдержана потому что во время строительства так мы находимся в селе сельский подход очевиден вот поэтому в свое время я не проконтролировал этот момент а так сказать понадеялся на понимание исполнителей но они не поняли и рыли так как не представлялось легче и так далее вот поэтому первое второе это террасы должны быть с уклоном и днище водоема тоже должно быть с уклоном в какое-то место где собирается первое может быть зимовальная яма для рыбы и туда также может быть потом смываться органикой там ее проще собирать а не елозить по всей чаше водоема вот поэтому повторяю использовать только рулонный материал их паять не использовать большой кусок вот как мы использовали почему мы моего использовали мы перевезли из другого объекта вот перевезли сюда для того чтобы сэкономить сами понимаете экономия всегда выходит на боку но так как мы сможем здесь позволить у заказчика воде это позволить мы не можем поэтому не должно быть складок не должно быть обратных уклонов на террасах вот это вот два таких замечания ну а дальше будем двигаться сейчас пока моем вот такие вот заросли нефей они все в контейнерах находятся ну за 4 года они все практически срослись на самом деле немфеи это очень большие полоски когда мы идти на водоем то надо иметь ввиду что они будут разрастаться и на маленькие водоемочки не нужно большое количество немфеи взрослая немфея в контейнере может иметь размах своих крыльев до 3 метров если у нее хороший контейнер а если контейнер маленький из него вылезет как будто у нас и будет вот так же захватывать пространство так что их нужно приезжать чистить ну одним словом работать над ними надо теперь мы их разрезаем вот тут будем пересаживать еще делить на более мелкие кустики вот такой монстр видите получается когда у него хорошая корзина была это обычная хозяйственная корзина в ней живет вот такая вот чудо а вот мощные корни рогоза вылезли из контейнера и пошли в субботу так сказать плавание вот так что имейте ввиду рогоз очень мощное прибрежное растение и прежде чем его запланировать у себя в саду надо тоже подумать как его сдерживать будет на рост вот хотя очень хорошее красивое растение я бы сказал структурное я потом покажу как он летом будет конечно летом он более привлекательный а вот под водой вот так одним словом интересен подводный мир ну вот закончили чистить растения отчеренковали рассадили вот и будем ждать теперь когда они появятся на свет большие погода правда не радует апрель на сегодня с утра но тем не менее ждем так вот 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»